И вот именно сегодня буду делиться, школа так и называется, делюсь своими инструментами практическими. И вот знаете, я в течение нескольких месяцев увидел колоссальную гонку. Круто, мы гонимся, создаем новые рабочие места. Но я хочу сегодня, я буду говорить сегодня о сверхцеле. Я просто сегодня вам дам восьмую интеллектуальную жемчужину. То, как даю ее я. Потому что я купил сверхцель. Потому что я в сверхцеле. Поэтому у меня огромное количество отзывов. Поэтому я Егор Белозеров. Поэтому у меня седьмой ранг. Поэтому сотни интеллектренеров пишут мне в личку и хотят пройти суперджамп непосредственно у меня. Сверхцель я хочу дать вам. Сверхцель. Чтобы вы еще раз впитали в себя вот эту... Кто не понял этой системы, возможно, кто-то проходил тренировку, но не понял. Хочу дать нам инструменты, которые есть у нас. Ведь, ну, не развиваться в ассоциации, ну, это предательство для себя. Все для этого есть. И команда, и система, и наставники, и школы постоянные. Да, пожалуйста, просто бери и делай. Но еще нужна мотивация. И вот что вдохновляет меня и мотивирует, одно из моих любимых упражнений, это сверхцель. И сейчас я буду просто вам давать, ребят, сверхцель. Ничего нового вам не открою, но я хочу от своего чистого сердца мультимиллиардерского... Вижу, Вова Кипрский, благодарю тебя за поддержку. Как Вова говорит, да, Егор, покоритель мультимиллиардерских гор. Стихи рождаются здесь в ассоциации. Я хочу просто вам рассказать сверхцель. Рассказать вам сверхцель, рассказать идею сверхцель, чтобы вы влюбились в нее, чтобы вы осознали, почему я вот так кардинально изменил свою жизнь. Что меня двигает, что меня вдохновляет, что меня мотивирует, и что я узнал, и что во мне открылась сверхцель. Поэтому прямо сейчас, с этого момента, в течение... Сколько там еще? Да, в течение 25-30 минут я хочу поделиться с вами упражнением сверхцель. Включайте состояние ученика, не буду ничего выдумывать, готовить какую-то мощную школу, расскажу то, как я даю ее. Чтобы каждый из вас был сверхцель, чтобы каждый из вас занимался этим делом со сверхцелью. Верочка, подними руку. Чтобы каждый занимался нашим делом со сверхцелью, со сверхидеей. Сначала принести пользу, а потом заработок. Сначала принести пользу. Вот это... Что такое упражнение сверхцель? Это упражнение всех великих людей, таких как Илон Маск, Генри Форд, Махат Маганди, таких как Антон Семенович Макаренко, тот же Пастелоса, Сухомлинский, Ушинский. Почему великие люди стали великими? Почему они стали бессмертными? Сверцель нас делает бессмертными. Сверцель за три года изменила жизнь мою кардинально. Дала мне возможность окружать себя огромным количеством благодарных людей. Я лечу на Кипр, меня встречают. Я лечу в Египет, меня встречают. Я лечу в Монголию, меня встречают. Я лечу в Израиль, меня встречают. Почему меня встречают? Потому что я нахожусь в Сверцеле. Потому что в каждый суперджамп свой я вкладываюсь на тысячу процентов. И сейчас вы поймете, что меня вдохновляет и что меня мотивирует. Поэтому, дорогие друзья, сегодня мы знакомимся с упражнением в сверцель. Включайте состояние ученика. Я понимаю, что вы уже слышали об этом, но послушайте из моих уст. Я хочу, знаете, как говорит Владимир Викторович, повторение мать учения. Вот хочу сегодня повторить, чтобы провалилась кому-то монетка, понимаете, чтобы вы гнались, но гнались со сверхидеей. Это чисто авторское упражнение, упражнение только нашей ассоциации. Это упражнение, которое дает мне колоссальный заряд энергии, уверенности в мои 30 лет, которая сделала меня миллионером. С того человека, которым я был, и тем человеком, которым я стал. Которая окружила меня огромным количеством благодарных людей. И которая делает мое имя. Имя по всему миру. Егор Белозеров. Я этим горжусь. Это сверхидея. Прежде всего, я хочу, чтобы вы задали себе сейчас такие вопросы. И знаете, что я говорю своим людям, которые приходят ко мне на суперджамп. И пока вы не ответите на эти вопросы, дорогие друзья, чтобы вам было хреново спать. Вот так прям говорю. Чтобы вы не спали. Потому что иначе вы проживаете жизнь. Иначе вы не живете. Иначе вы проживаете в состоянии всех П, как говорит Владимир Юрьевич. Проснулся, пописал, покакал, поспал, покушал и помер. Ничего не меняется. Чем быстрее вы найдете ответы на эти вопросы, чем быстрее вы будете находиться в ассоциации и пропитаетесь этой сверцелью, продадите себе сверцель. Купите ее. И чем быстрее вы будете продниматься каждое утро и говорить о том, что я меняю мир. Не просто слова, а вот ваше позиционирование. Как вы общаетесь с людьми. Как вы общаетесь с природой. Как вы общаетесь с животными. Как вы общаетесь с детьми. Вот это состояние, когда вы находитесь в максимально тотальном отдавании. Кто я? Куда я иду? Зачем? И в чем смысл моей жизни? Об этих вопросах мы задумываемся на похоронах очень часто. Вот человек ушел, и после него ничего нет. Но что останется после меня? Это упражнение, которое делает каждого человека бессмертным. Махат Маганди, Мартин Лютеркин, Мамать Тереза, Нельсон Мандела жили со сверцелью. Кто я? Куда я иду? И в чем смысл моей жизни? Отвечайте себе на эти вопросы каждый день, если вы на них не ответили. Каждый день. И пока вы на них не ответили, вы не родились. Потому что человек рождается и умирает два раза. Рождается два раза, когда он вылазит с утрогу матери, когда понимает зачем. А умирает два раза, когда умирает наше тело и когда умирает последнее слово. Почему жив Майкл Джексон? Почему жив Мартин Лютеркин? Почему жив Махат Маганди? Потому что они жили не ради себя, не ради побрякушек, не ради материального, а ради сверхидеи сделать этот мир лучший, лучший. Почему Генри Форд стал великим? Потому что он хотел сделать так, чтобы машина являлась не средством роскоши, а средством передвижения. Он дал возможность каждому человеку пользоваться инструментом и передвигать себя из пункта А в пункт Б с комфортом, без седла, понимаете? И пользоваться этим. Он жил не ради себя. Почему Татьяна Бакальчук, девушка нашего времени, женщина стала миллиардершей, основательницей компании «Вайлберис». Ознакомьтесь с этой информацией. Потому что она была в декрете, ребят. Потому что она не могла выйти на улицу в магазин и купить себе шмотки. Потому что она была постоянно с детьми. Что она решила? Она решила проблему всех женщин. Она решила свою проблему, понимала, что тысячи женщин, девушек по всему миру, миллионы, у которых есть такая же проблема. Она просто создала онлайн-магазин, в котором люди могут покупать и заказывать вещи, понимаете? Поэтому она стала богатой. Около 76% людей в нашем мире живут без смысла в жизни. Отсюда депрессия. Отсюда мне звонят и говорят, «Егору, у меня нет энергии, мои тренеры звонят». Отсюда мне жалуются и говорят, «Слушай, нет энергии, что-то вот как-то я упала по энергии». Да нету сверхидеи. Ребят, человек, который живет со смыслом жизни, он получает энергию оттуда. Откуда? Оттуда, как в этом фильме «Бриллиантовая рука». Да откуда? Оттуда. Вот оттуда получает он энергию. Наполняет вас вселенная, когда вы начинаете жить в состоянии помощи, максимального, тотального отдавания. Вы начинаете быть инструментом здесь, на земле, через который передают свою энергию творец. Вас используют. Вы открыты к этому. Вы несете ответственность на свои плечи. Стагнация, депрессия, прокрастинация, моральный образ жизни, наркомания, алкоголизм, суицид. Все из-за того, что нет у людей смысла в жизни. Из-за того, что нет смысла в жизни. Когда человек живет ради себя, это не смысл жизни. Ведь, как говорил Эльберт Эйнштейн, смысл жизни имеет лишь жить посвященно другим. Посвященно другим. Не в ассоциации, не просто в суперджампе посвященно. Это должно быть для нас как дышать. Но когда вы выходите на улицу, каждый из вас должен быть примером для подражания. Когда вы заходите в магазин, чтобы от вас энергетика шла солнечная, чтобы люди хотели к вам подходить и спрашивать, «Слушай, что ты делаешь? Что ты? Как ты себе? Почему так? Почему меня тянет к тебе?» Чтобы люди видели, что вы улыбались. Чтобы люди видели, что вы заходили с ними в контакт. Не только одевать сверцель, когда вы ведете суперджамп, и маску интеллект-тренера одевать, да? А быть в сверцеле всегда, везде и постоянно. Вот что такое сверцель. Сверцель – это колоссальный заряд энергии, источник энергии. И когда вы постоянно себе говорите о том, что вы живете ради того, чтобы сделать этот мир лучше, и не просто бла-бла, а вы делаете, вы общаетесь с людьми по-доброму, у вас добрые намерения, вы выполняете упражнения, будьте здоровы, вы находитесь в состоянии служения, в состоянии тотального отдавания. Сверцель – это самый легкий способ оставить наследие в истории. Сверцель – это самый легкий способ прожить жизнь в подвиге. Сверцель – это самый легкий способ стать богатыми. Знаете, как говорил Виктор Франков, вы все наверняка видели это видео, я прям показываю людям вот такой рисунок. Когда вы находитесь в пункте А на своем самолете, если вы являетесь пилотом, и вам нужно прилететь в пункт Б, ребят, то для того, чтобы долететь в пункт Б, вам надо точку поставить в точке С. Или здесь, или здесь, понимаете? Это называется полет со сносом. Когда вы ставите себе базовые ценности – дом, машина, дети и так далее, вот сюда летите. Если вы ставите точку Б, смыслом жизни точку Б, внуки – это должно быть для нас как дышать. Я не говорю, чтобы вы не должны жить ради этого, но это должно быть для каждого человека естественным, как смысл жизни. Это просто естественно, как дышать. То есть мы, когда просыпаемся, у нас же нет смысла в жизни дышать. Вот так же живите, чтобы дети, внуки, дома, машины – вот эти ценности для вас было как дышать. Каждый послан сюда с искрой Божьей. В каждом есть свой потенциал. И каждый из нас должен разбудить себе этот потенциал. И видит Бог, что мы здесь собрались с вами, у нас потенциал педагогический. Понимаете? И мне обидно за тех людей, которые не присутствуют на этой школе. Мне обидно за семей этих людей, которые не присутствуют на этой школе. За внуков и правнуков этих людей, которые не присутствуют на таких школах. Потому что эти школы меняют сознание. Потому что эта школа поменяет сознание ваше. И потому что неприсутствие – это предательство. Я говорю всегда так – предательство. И когда у вас обычные цели, базовый дом, машина, вот это все изначальное, то, соответственно, если вы ставите путь сюда, то если вы летите на сайлете с пункта А в пункт Б, то вас несет или сюда, или сюда. Это называется полет со сносом. А когда вы ставите точку С сюда, или сюда, или сюда, то вас сносит сюда автоматически. То есть вы достигаете этой цели, вы пролетаете ее автоматически. И вот как в моей ситуации, да, три года, три года был доход 50 тысяч, 55. Я был военным, стабильная зарплата. Кормили, одевали, обували, откормили вообще. Богатыря с меня сделали, молодцы. Дисциплина, пунктуальность, высоконравственные чувства, культура, все. Научили убивать, резать там и не обращать внимания на это, да. Все круто, как в принципе и в армии, вот все, ты там патриот своей родины там и так далее, и так далее. Вот эти все вещи взрастили во мне. И машина была, и дом был, и семья была, да. Мужчина, вспомните, мужчина что обязан? Нас учили в детстве. Построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Егор Белозеров 20 лет и деревья насажал кучу, и дом себе купил, и машина есть, и сын есть. Что делать дальше, спрашиваю бати? Ну воспитывай. Воспитывай ребенка свою, поднимай на ноги, потом дети, внуки и все. Скажите, пожалуйста, вот такие люди, у которых сверцель, дом, машина, дети, внуки, отличаются чем-нибудь от животных? Нет. Возьмите простую птичку. Простая птица, да? Находит партнера, делает гнездышко. Потом там шпиревилли, потом у них появляются там эти, как его там, птенцы, да? Они там учат своих птенцов добывать сверчков, паучков. И птенцы улетели. Опять так же возьмем мышонка. Находит партнера, опять там у них домик. Потом у них появляется потомство. Потом они, естественно, эти потомства учат там обучать, добывать сверчков, паучков, там сыр воровать и так далее. И все, потом они убегают. Чем ребенок, вот помните Баста, да, песня, самсара, круговорот вещей природы? Ничего не меняется. И ваши дети начинают жить так же, как и вы. Когда вы живете в состоянии дом-машина, ничего не меняется. Дома меняются и машины меняются. И так из поколения в поколение. Вот сверцель – это та жемчужина, это великое упражнение. И мы не отдаем отчет, каким инструментом мы обладаем с вами, дорогие друзья. И мы не отдаем отчет, как нужно сильно в себя впитать эту сверцель, которая будет вас наполнять, будет делать из вас ораторов, будет делать из вас великих интеллект-тренеров. Что человека отличает от животного? Вот что человека отличает от животного? Обратите внимание. Осознанность. Человек – единственное существо на планете, которое может выбирать свое эмоциональное состояние, правильно? И сверхцель, сверхидея – найти в себе то, чего нет ни у кого. Найти в себе то, как найти свое предназначение. И не просто предназначение для себя, а которое приносит пользу. Как говорил Конфуций, найди дело, которым ты с удовольствием будешь заниматься, и ты никогда в жизни не будешь работать. Я скажу так, я добавлю, найди дело, которым ты с удовольствием будешь заниматься, и оно будет приносить пользу людям, и ты никогда в жизни не будешь работать, и ты никогда не умрешь. Ты оставишь наследие, ты будешь бессмертным. И вот именно человека отличает от животного, сверцель. Когда Стив Джоб запускал свою компанию, у него был, вы знаете, все это гаражные компании, компания Google, компания Microsoft, компания Apple. У него висела надпись на стене «Мы меняем мир». Они работали за идею, но какой в них был энтузиазм. А когда компания рухнула, потом он новую запускал. Мы меняем вселенную. Мы меняем вселенную, масштаб личности. Человек стоит столько, сколько дело, о котором он заботится. О каком деле заботитесь вы? Вроде бы о великом. Но верите ли вы в это? Ребят, верите ли вы все в это, каким делом вы занимаетесь? Впитали ли вы себя в эту идею? В состоянии сверцели вы даете упражнение? Или в состоянии набрать определенное количество баллов в этом месяце? В состоянии служения вы занимаетесь? Обратите внимание на это. И когда мы в этой гонке начинаем бежать, мы забываем о сверцели, ребят. Мы забываем об этом. Я видел, как люди за день начинали улыбаться, благодаря нашему суперджампу. Я видел, как люди на девятый день, на восьмой, на седьмом плачут, потому что их никогда так не наполняли. Это наша методика. Гонка хорошо, но не забывайте про сверцель. Не забывайте про сверхидею, потому что сверхидея делает нас великими. И то дело, которым мы занимаемся, оно делает нас великими. Человек стоит столько, сколько дело, о котором он заботится. Это сверхидея, это сверцель. Знаете, есть такая прекрасная, удивительная притча. Два монаха, два человека. Один монах, который шел до знойное лето. И шел монах, который мудрец, который видел, как два человека таскают камни. Вы знаете эту притчу? Он подходит к одному человеку. Один человек здоровый, мощный парень, накачанный. Ругается матом налево и направо. Будь проклят этот день. Будь проклят эти камни. Будь проклят эта работа. Подходит к нему и скажет, слушай, молодой человек, почему вы ругаетесь? У него язык вот здесь. Он ругается матом. Ты что, старик, не видишь, что ли, чем я занимаюсь? Я камни таскаю. Точка Б. Понимаете? Он сюда идет. Я на еду зарабатываю. Мне нечем семью свою кормить. Мне некогда с тобой трепаться. Мне нужно деньги зарабатывать. Он говорит, все, хорошо, я понял. Была ли у него энергия? Нет. Ради чего он это делает? Ради себя, ради семьи. Все. Это мало. Мы наполняемся. Чем больше у нас идея, тем больше нам приходит энергия. Чем больше идея. Обратите внимание на второго. Молодой парень. Худенький, щупленький. С улыбкой на лице таскает эти камни. В два раза больше таскает камни. Он в шоке. Он нарушает все законы физики, этот человек. Он подходит к нему и говорит, молодой человек, а чем занимаешься ты? А я строю храм. Я строю храм, в который будут приходить люди. Эти люди будут получать очищение. Эти люди будут получать благословение. Эти люди будут получать ответы на свои вопросы. Вот чем занимаетесь вы? Проводите суперджамп или меняете этот мир через эту методику? Зарабатываете баллы или меняете этот мир? Понимаете? Вы бегите, но будьте в сверцеле. И это будет и больше баллов будет, но зато будет огромное количество благодарных людей. Миссия ассоциаций – изменить мир. И мы являемся этим изменением. Мы – пример для подражания, пример в этом обществе. Как мы себя несем, как мы себя подаем, как общаются с нами люди. Мы несем культуру. Мы искренне, мы чистые люди, которые уже отфильтрованы суперджампом. Для меня суперджамп как фильтр для людей. Каждый человек прилетает на эту планету, как чистая капля, согласны? Чистый прилетает. Он бьется об эту землю. И что происходит с этой каплей? Наполняется грязью, наполняется пылью, социальными установками и так далее. Вот этими политическими, геополитическими, макроэкономическими и так далее стандартными. Ребенок прилетает. И потом он начинает превращаться в злодея, корысть, гнев, ненависть и так далее. Что делает суперджамп? Фильтрует. Я купил себе недавно фильтр. Я ошалел, как он работает. Вот это да. У меня туда поступает вода жесткая. Оттуда уходит вода красивая. Понимаете, что такое суперджамп? Это он фильтрует людей. Проходит человек через фильтр. В каком бы он ни был состоянии, он фильтруется. Наполняется чем? Сверхидеей. Сверхидеей наполняется человек. Смотрите, я вам сейчас расскажу одну очень удивительную историю. Я вам покажу пример. Мою историю я вам рассказал. Как я за три года, вот благодаря чему, что меня вдохновляет и что меня мотивирует. Благодаря чему я достиг седьмого ранга. Что меня двигает. Но я сейчас вам расскажу одну историю. Историю про двух воспитательниц. Одно и то же дело. Историю длиной в жизнь. Одна воспитательница живет ради того, чтобы заработать денег. А вторая воспитательница ходит на работу и живет ради того, чтобы сделать этот мир лучше. Это пример Атона Селёныча Макаренко. Это пример Марии Монтессори. Да, это пример всех педагогов. Тех педагогов, которые оставили след в истории. Смотрите, та воспитательница, которая ходит на работу, чтобы заработать денег, она просыпается в понедельник. Ой, Господи, понедельник, день тяжелый. Пятница. Пятница, разратница, суббота, воскресенье, выходной. Классно, да? Замечали ли вы таких людей? Поднимите руку. Окружают ли вас такие люди? Что они делают в субботу, воскресенье? Кто-то бухает, а кто-то убирает. Убирает что? Убирает дом. Ничего не меняется. Они живут от отпуска к отпуску. Они живут от зарплаты к зарплате. Ничего не меняется в их жизни. Зарплата уже распределена. Она приходит на работу. Она зарабатывает ли она деньги, ребят? Да, зарабатывает. Выполняет ли она свои обязанности? Да, но как? Ради денег. Работа ради денег. Каждый день одно и то же. Проснулся, пошел на работу, пришел с работы, посмотрел Санта-Барбару, Хюрем, Султанша, лег спать, опять проснулся. Ничего в жизни не меняется. То есть человек не наполняется знаниями. Человек начинает мир менять через сверхидею, через знания. Как он приходит к этому? Как я пришел к этому? Через знания. Через книги. Через наставников я к этому пришел. Через знания. Какой смысл жизни мы даем людям? Живи и развивайся всю жизнь. Долго. Живи и развивайся всю жизнь. И человек очищается. Ну, развивайся всю жизнь так, чтобы твои знания приносили пользу. Ведь можно развиваться всю жизнь, как и этот, как его даже фамилию не буду произносить, да? Этот, который войну устроил, да? Не буду произносить его фамилию. Недостоин этот человек. И можно жить жизнь так, а можно жить жизнь как Махатмагани. Понимаете? Через развитие интеллектуальное. И вот эта женщина, которая ходит на работу для того, чтобы заработать денег, она и зарабатывает. Она приходит на работу, она делает минимальную свою работу. Она постоянно смотрит на эти часы. Помните, когда вы делаете нелюбимое дело, у вас постоянно не хватает времени. Вы постоянно думаете, ой, не времени не хватает, а постоянно думаете, что время долго идет, да? Постоянно смотрите на это время. Постоянно обращайте внимание. Потом пришла домой, ой, круто, поужинала, там сканвордик порешала, включила Кюрем Султаншу, легла под нее спать, и все, на следующий день проснулась. Там 1567 серия, все, она там знает все эти. Ничего в жизни не меняется. Никакой пользы детям не приносит. Есть ли благодарные дети? Нет. Есть ли благодарные родители? Нет. Зарабатывать я на деньги? Да. Понимаете, в чем смысл жизни? Понимаете, что такое Сверцель? Но вторая женщина Мария Ивановна. Теперь эту Мария Ивановна узнают все в ассоциации. Об этом Мария Ивановна знали только мои интеллект-тренеры. Мария Ивановна, дорогие друзья, которая живет, чтобы сделать мир лучше. Она чувствует в себе величие. Она чувствует в себе величие педагога. Она приходит на работу ради того, чтобы мир изменить. Она закладывает. А как она это делает? Она изучает. Изучает педагогику великих людей. Изучает педагогику Маркаренко, Сукамдинского, Корчика, там, Пастелоц, Монтессори, там, Аманашвили. Она приходит и эту педагогику начинает трансировать своим детям. Она видит, если Верочка не может буковку «Р» выговаривать. Она с ней работает. Она говорит, Верочка, поставь язычок вот так вот. Вот так поставь, дорогая моя. И она начинает рычать на следующий день. Три-четыре дня она начинает рычать. Она, если видит, что, например, Хадижат танцует красиво. Она говорит, ой, Хадижат, ты великая. Какая ты красивая. Как ты будешь танцевать? Ты будешь танцевать, выступать на лучших стадионах Лондона, Берлина, Токио. Она им аплодирует. Что она делает, скажите? Не напоминает вам мама Томаса Эдисона? Что она делает? Зернышко садит в ребенка. Если она видит, что Расул красивую делает конструктор, там, лепит что-то, Расул ты инженер. Ты как Генри Форд, ты великий, ты будешь делать великие автомобили. Ты будешь ракеты в космос запускать, как Циолковский, развивать. Что она делает? Она садит зерно, дает веру. Откуда она это взяла? Через знания. Она домой не приходит, смотрит, не смотрит к Хюрем Султаншу. Она изучает знания, она наполняет себя знания. Ей интересны эти знания, понимаете? Смысл жизни первый. Каждого из нас живи и развивайся всю жизнь. Первый смысл жизни. Скажите, пожалуйста, когда к вам прибегает ваш ребенок, внук домой и начинает рычать? Мама, посмотри, как меня Мария Ивановна научила рычать. Будете ли вы ей благодарны? Скажите, ответьте. Зарабатывает ли она деньги, ребят? Зарабатывает ли она деньги? Да. А если к вам приходит сын, дочка и говорит вам, посмотри, как я танцую. Мария Ивановна сказала, что я танцую лучше всех. Конечно, благодарны. Сын ваш прибегает, начинает вовлекаться в какой-то процесс, потому что она его наполняет с детства. В каждого. А группа каждый год меняется. Дети каждый год меняются. Поток детей каждый год меняется, понимаете? У нее. И она в каждого закладывает что? В зернышко. Скажите, когда вы занимаетесь своим любимым делом, быстро ли идет ваше время? Да. Интересно ли вам заниматься? Да. Интересно ли вам... Посадили, например, помидорку и ходите в огородик смотреть. О, уже прошел. О, нужно подвязать. Посадили. Посадили огурчик. О, нужно подвязать. О, нужно попшикать, чтобы всякие улитки там не сожрали. И так далее. Вы заботитесь об этом. И она также заботится о каждом ребенке. Каждый день она закладывает зернышко в каждого человека. К чему я это говорю, ребят? Чтобы вы, когда занимались суперджампом, чтобы вы закладывали зернышко в каждого человека. Не просто прокачать, провести его, да, а заложить в нем зерно. Зерно знаний, зерно бытия, зерно осознанности. Ведь этот человек пойдет что потом? Менять свою семью. Ведь киньте камень в озеро, будут круги от него. От этого человека также будут круги. Какие? Для чего мы проводим тренировки? Чтобы фильтровать людей. Понимаете? Фильтровать. Делать фильтр, чтобы люди были чистыми. И чтобы люди потом несли добро. Потому что человек, который проходит суперджамп, он не приносит вреда миру. Понимаете? И мы к чему идем? К тому, чтобы люди в мире стали культурными. Чтобы люди в мире стали осознанными. Чтобы люди в мире стали гармоничными, лучезарными, добрыми. Вот как вы, которые здесь собрались. Добрыми, открытыми, которые могут улыбаться. Которые говорят хорошего дня, прекрасного настроения. Которые искренне от всей души занимаются своим любимым делом. И только сверхидея может изменить мир. История дальше про Марью Ивановну. И когда у Марьи Ивановны занимаются так любимым своим делом. Зарабатывает ли она деньги? Да. Но что она получает еще? Она идет в сверхцеле меняя мир. И окружать себя начинает чем? Кем? Благодарными людьми. Изобилием. Почему? Потому что она находится в состоянии изобилия. Потому что она река. Река создана для того, чтобы поить кого-то. А не пить из себя. Яблоня не ест своих плодов. Солнце не греется своими лучами. Человек создан не для того, чтобы жить ради себя. Ажор создан для того, чтобы жить ради других. И вот тогда вы включаете что? В состоянии реки. Я ика. Я океан. Океан, который поет. А теперь скажите, когда вы получаете отказы и начинаете, ооо, что же делать? Я получил отказ. Когда из реки кто-то не пьет, расстраивается ли река? Перестает ли она бежать? Нет. Она бежит дальше. Когда плодов не едят яблони, расстраивается ли яблони, ребят? Нет. Она начинает свести дальше. Вот я хочу, чтобы каждый из вас был яблоней. Я хочу, чтобы каждый из вас жил в сверхцеле. Чтобы каждый из вас был вот этой рекой. Позвольте себе. Впитайте в себя эту систему. Впитайте в себя это упражнение. Осознайте. Смотрите. И когда Мария Ивановна начинает окружать себя благодарными людьми, когда день рождения, какие-то праздники, она уже получает какие-то материальные блага. Кто-то дает ей денежку. Кто-то дает ей коробку конфет. Кто-то дает ей чай. Понимаете? А сколько благодарных людей. И у Марии Ивановны группа самых ответственных детей. Самых дисциплинированных. Самых пунктуальных. Самых безотлагательных деток. Скажите. Те люди, которые живут сверху. Вот так вот занимаются своим делом. Идут ли они вверх по карьерной лестнице? Ответьте мне на вопрос. Идут ли они вверх по карьерной лестнице? Да. Потому что начальник видит, что. Маш, что ты делаешь со своими детьми? Да у тебя, посмотри, что за группа. Побеждают во всех кружках. И так далее. Потом кто-то скажет. Маш, да напиши. Потом она станет там заведующей. И так далее. Потом кто-то скажет. Маш, напиши там книгу. И эта книга будет разлететься миллионными тиражами. И станет пособием воспитания для детей. Это история многих педагогов. Вот я буквально неделю назад изучил. Опять же. Пятый раз Макаренко. Постоянно я удивляюсь этой выдержке. Как можно было из детей бандитов. Как можно было доверить этому ребенку деньги на хлеб. За весь лагерь. И сказать на ты отнеси там. Как можно. Это великие педагоги. Педагоги. Поэтому наследие. Понимаете. Это педагогический прием был. Когда вы говорите. Помоги мне. И вот это вы даете людям. Помогаете людям. Через сверхидею надо помогать людям. Понимаете. И тогда вы становитесь великими. И тогда вы становитесь Талмачевыми. И тогда вы стаетесь Макаренки. И тогда вы становитесь Яровыми. И так далее. И тогда вы становитесь Белозеровыми. И тогда вы становитесь великими. Монте-Сори. Там и так далее. Потому что живут ради Сверцели. А теперь обратите внимание, сколько Сверцель дает энергии. Махат Магань, человек, у которого не было танков, не было денег, была набедренная повязка у него, у него была палочка в руке. Как он изменил мир? Как он повез за собой людей? Идеи, сверхидея у него была. Поэтому он стал великим. 300 миллионов человек пошли за ним. Обратите внимание, но смотрите Махат Магань, били палками, забивали камнями, пытали постоянно, в тюрьму сажали этого человека. Где он брал энергию? Мог бы какой-нибудь человек ради денег испытать бы на себе вот такие оскорбления? Нет. Нет. Нельсон Манделла около 20 лет просидел в тюрьме или 25, не помню. Ради чего? Ради сверхидеи. Потом вышел и все равно реализовал их. Что ему давало энергию в тюрьме? Сверхидея наполняла его, чтобы не покончить жизнь самоубийством. Мартин Лютер Кин, аналогично. Все великие люди питались сверхидеей, наполнялись сверхидеей. Поэтому, дорогие друзья, я призываю каждого из вас, вот это мое выступление сегодня, чтобы каждый из вас нес эту миссию, миссию Всемирной Ассоциации Интеллектренеров. Чтобы каждый из вас считал себя великим педагогом, великим педагогом, лучше, чем я, лучше, чем каждым, как сказала Наташа Ростова. Будьте первыми, только первыми. Будьте первыми, взращивайте в себе это состояние, и тогда нам не будет равных. И тогда будут и 10 тысяч интеллектренеров, и тогда будут и IPO, и так далее. Но дело не в этом, а дело в сверхидеи, дело в бесконечном величии, когда вы будете жить свою жизнь, проживете свою жизнь в бессмертии. И вот сегодня хочу поделиться с вами вот этой восьмой интеллектуальной жемчужиной, чтобы каждый из вас, дорогие друзья, пропитался этим состоянием, моим состоянием, что меня вдохновляет, что меня мотивирует, и что меня привело вот к такому состоянию, вот к таким лидерским качествам, да. Чем вы себя наполняете, что вы в себя делите. На этой прекрасной ноте у меня все. Обнимаю вас всех своим большим интеллектренским сердцем. На связи был мастер-интеллектренер седьмого ранга, Егор Белозеров, Планета Земля. Все ради того, чтобы сделать этот мир лучше. Суперджамп во мне не в бла-бла, а во мне, в каждой клеточке моего тела. Я кайфую от этого, я живу этим. Поэтому и такая огромная обратная связь. Петр, родное сердце, тебе слово.